Здравствуйте, здравствуйте. Домоуправление МЧС проводим обследование жилых помещений, но нет пожарной безопасности. Не возражаете? И таких внеплановых визитах ко многим одиноким проживающим пожилым брещанам немало. К ним наведываются пожарные добровольцы и представители Домоуправления. Это совместный профилактический рейд в ходе акции «Безопасность в каждый дом». Участники акции убедились, что в жилищах пожилых граждан все в порядке с пожарной безопасностью. Напомнили главные правила, соблюдение которых позволит избежать огненной беды. Если пользуетесь, чтобы у вас удлинители были исправны, оголенных проводов не было, потому что это все приводит к пожарам. Даже когда выходите на улицу, не забывайте про еду, которая готовится. Выключайте с плиты. Пожилые люди требуют к себе повышенного внимания и заботы. И в вопросах обеспечения безопасности им могут помочь их дети и внуки, а также сотрудники МЧС. Люди преклонного возраста наиболее беззащитны перед коварством огня. Статистика показывает, что большая часть пожаров происходит в тех домах, где живут престарелые люди. И причина тому не только нарушение правил, а еще и неосторожность, вызванная плохой памятью или зрением. Мы посещаем дома одинокопроживающих пенсионеров. Также в поле зрения в рамках первого этапа у нас попадают лица, ведущие о моральный образ жизни. В каждом домовладении мы рекомендуем установку автономного пожарного извещателя, потому что никто так о нас не позаботится, как мы сами. У нас, к сожалению, учащаются случаи гибели. Но и, к счастью, учащаются случаи, когда автономные пожарные извещатели спасают целые семьи, дают сигнал и дают им возможность вовремя эвакуироваться из задымленного помещения. В ходе профилактических рейдов были обследованы жилые территории пожилых граждан. Им были даны необходимые рекомендации и проведено обучение по мерам пожарной безопасности. Проверяющие уделили особое внимание осмотру электрических сетей жилых домов, а также порекомендовали при возможности установить автономный пожарный извещатель, который при наличии самого небольшого задымления с помощью звукового сигнала поднимет любого, даже крепко спящего человека. Мы вам рекомендуем установку пожарных извещателей, всех спарных, да, а не реагировать на дым, спящего человека задача разбудить. И где их можно приобрести, вы тоже можете здесь найти. И сейчас по новым рекомендациям МЧС, желательно, чтобы дома были обучены. Ага, не тушитель, да? Вот и да, можно быть. Неосторожное обращение с огнем является самой распространенной причиной возникновения пожаров. За истекший период 22-го года, за 26 дней января, зарегистрировано в городе 10 пожаров. В аналогичном периоде 2021 года пожаров было 3. 6 из этих пожаров произошли именно в жилищном фонде граждан, и основной причиной которых является именно неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении наших граждан. Статистика свидетельствует, что практически половина пожаров возникает по вине людей, не знающих или безответственно относящихся к выполнению правил пожарной безопасности. Хотел бы обратиться к жителям нашего города и призвать к соблюдению правил пожарной безопасности в быту, не допускать факты курения в местах, предназначенных для сна, строго эксплуатировать электрооборудование в соответствии с инструкцией по эксплуатации, не допускать нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации теплогенерирующих грегатов. В целях раннего обнаружения пожара рекомендуем оборудовать ваше жилище автономными пожарными извещателями.